Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Армия отбила у ИГИЛ портовый город Сирт в Ливии. Он считался ведущим опорным пунктом террористов за пределами Ирака и Сирии. Сейчас улицы города пустынные. Их патрулируют военные, лояльные правительству национального согласия Ливии. Солдаты обыскивают здания в поисках снайперов и ловушек. Операция по освобождению Сирта шла с начала мая. В ходе нее погибли больше сотни бойцов, воюющих против ИГИЛ. Еще пять сотен получили ранения. Сотни человек в американском Орландо выстроились в очередь, чтобы сдать кровь и помочь жертвам стрельбы в ночном клубе. Желающих так много, что теперь доноров просят прийти через несколько дней. 50 человек погибли и больше 50 получили ранения, после того, как в ночь на воскресенье в ЛГБТ-клубе мужчина открыл огонь. Это стало самой смертоносной стрельбой в истории США. Нападавший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Официально мотивы его действий не определены. Есть предположение, что он мог быть связан с группировкой ИГИЛ. Ранее поступала информация, что ответственность за атаку взяли на себя террористы. Но американская власть сообщает, пока эту связь не подтвердили. По другой из версий, у нападавшего были личные мотивы. При этом бывшая жена стрелка сказала, он был психически неуравновешенным и часто приходил в ярость без видимой причины. Сейчас полиция возбудила дело по статье «Местный терроризм». Вслед за инцидентом в США активизировались сторонники введения запрета на ношение оружия. В западном Голливуде состоялось памятное мероприятие активистов. «Как мать, я постоянно беспокоюсь по поводу безопасности, особенно в свете стрельбы в школах, которая постоянно происходит в нашей стране. Мне важнее, что у нас планируют сделать в вопросе запрета на ношение оружия, чем то, какая программа будет по математике или чтению. Как мать, я просто хочу, чтобы в стране приняли более строгие законы в отношении оружия». Лидеры нескольких стран, включая канцлера Германии, выразили свои соболезнования в связи с трагедией. А сенатор от штата Пенсильвания Боб Кейси призвал Конгресс США ввести запрет на ношение оружия военного образца. Турция и Евросоюз стали ближе к соглашению о безвизовом режиме. О достижении существенного прогресса рассказал президент Европейского совета Дональд Туск. Он отметил, что виза отменят только при условии полного выполнения Анкарой всех требований ЕС. Переговоры будут продолжаться до октября. Туск особо подчеркнул, у Турции в ее нынешнем состоянии нет перспектив членства в Евросоюзе. Нефть дешевеет из-за экономических проблем в Азии и роста доллара. Последнее делает импорт нефти для стран, использующих другие валюты, дороже. Сегодня цена августовских фьючерсов марки Brent падала до 50 долларов, а июльских нефти WCI – до 48 долларов 48 центов за баррель. Но несмотря на плохие прогнозы, аналитики ожидают роста спроса на нефть в Азии, особенно в Китае. Ученые анонсировали создание бактерий, которые смогут собирать данные об условиях окружающей среды и о других микроорганизмах внутри некоторых органов. В Гарварде разработали метод, позволяющий при помощи технологии редактирования клеточного генома записывать двоичные данные об определенных событиях, произошедших внутри живой клетки. До недавнего времени, самый большой объем информации, который удавалось записать в недрожжевой клетке, составлял всего 11 бит. Это меньше, чем требуется для кодирования двух символов в обычном компьютере. Теперь это 100 байт. Для записи информации ученые использовали штамм бактерий E. coli. Исследователи сообщают, это далеко не предел. В клетке простейших микроорганизмов можно записать больше 3000 байт. А специально выращенные синтетические бактерии с очень длинным генетическим кодом могут иметь информационный объем, сопоставимый с объемом современных жестких дисков. На этом пока все больше свежей информации в 15 часов. До встречи в эфире. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok